доступно объективно кратко сергеем алексашенко за те две недели пока меня не было прошло много событий и я долго пытался понять что же является главной темой и вы знаете при всем богатстве выбора нет альтернатива главное событие последних двух недель безусловно президентский выбор на украине в украине второй тур и победа владимира зеленского это событие важно для украины конечно безусловно но это событие исключительно важно для россии и поэтому я хочу на нем остановиться и почему почему россия это важно россия по советской россии современная россия ее жизнь она совершенно четко делится там хотите на два хотите на три этапа эпоха ельцина эпоха путина два этапа а эпоха путина делится в свою очередь до крыма и после крыма 2014 году россия совершила очередной радикальный решительный поворот сошла со столбовой дороги мировой цивилизации примерно так же как в 1917 году и решила пойти непроторенным путем захват крыма вооруженная агрессия в донбассе после этого обретения контроля над этой территорией удерживание с помощью своих экспертов наемников вооруженных сил поддержка массированная поддержка российской армии расположены вдоль границ украины короче говоря агрессия против суверенной страны против соседа заведомо более слабого соседа и захват чужой территории след за этим последовали санкции след за этим последовал экономический кризис падение темпов роста падение уровня жизни и вот это и есть современная россия на самом деле выходить из этой дороги знаете кажется что прошло всего пять лет это совсем недавно подумаешь пустяк с исторической точки зрения но я думаю что россия уйти с этой вот не проторенной дороги из того болота исторического тупика в которой она под пытался вы пытается продолжаем идти в этот тупик дальше будет также тяжело как было выйти из советского тупика для того чтобы выйти из советского тупика нужно было полностью демонтировать советскую систему для того чтобы выйти из путинского тупика нужно будет полностью демонтировать путинскую систему соответственно если после путина придет другой человек с другой фамилии медведев иванов петров сидоров кадыров неважно как будто вызывать и будет продолжать ту же самую политику изменив видоизменив систему до измени видоизменив систему немножко перешив костюмчик но в принципе будет продолжать то же самое проводить ту же самую линию по отношению к то, очевидно, вот эта путинская система, путинское противостояние со всем развитым миром, оно будет продолжаться, и Украина будет являться, безусловно, ключевым фактором отношения к Украине. Украинская политика российских властей будет являться ключевым фактором, который будет определять жизнь нашей страны еще на долгие-долгие-долгие годы. Ну, как минимум до конца правления Владимира Путина, а дальше посмотрим. Именно поэтому важно, кто победит, кто станет следующим президентом Украины. Именно поэтому важно, какую политику человек будет проводить. Именно поэтому важно, какую политику он будет проводить, в том числе и по отношению к России, ну и не только. Вы знаете, на самом деле, очевидно, что в одиночку Украина с Россией не справится. Для того, чтобы заставить Россию как-то изменить свою политику, пойти в каких-то вопросах назад, пойти в каких-то вопросов на уступки, нужно, чтобы к Украине присоединился Запад. Запад будет, Запад готов помогать Украине, Запад будет помогать Украине, только при одном условии. Украина должна меняться, Украина должна реформироваться. Обитатели Кремля очень часто говорят, что что такое Украина, нет такого государства, это русские украинцы, один народ. Но я плохо понимаю, как можно называть одним и тем же народом, если за 28 лет независимости, 27,5 лет независимости, а украинцы уже четыре раза не дали действующему президенту избраться на второй срок. Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Виктор Янукович и теперь Петр Порошенко. За те же 27 лет россияне четыре раза дали Владимиру Путину удержать власть в Кремле, молча, безропотно, придя на избирательные участки и придав видимость всенародной поддержки и любви очередному национальному лидеру. Как такие народы можно называть одинаковыми? Как можно говорить о том, что это одно и то же? Да нет, конечно, мы разные люди, очевидно, русские, украинцы, такие славяне, одна семья. Но, тем не менее, народы с разной историей, народы с разной политической культурой и очевидно, что дальше наши дороги или Россия будет следовать путем Украины, будет брать, перестанет смотреть на Украину с позиции старшего брата, а будет брать у Украины все хорошее, если Украина будет показывать такой пример. Или же наши дороги будут дальше расходиться, как это было, ну не знаю, там, знаете, вот после нашествия татар-монголов, да, после там Батыя, разорения Крыма, где-то там с 1240 года, и получается, ну, фактически вот с тех пор Московская Русь и Киевская Русь, которая позже стала Великим Княжеством Литовским, вот и пути разошлись. И расходились, знаете, так незаметно, потихонечку, но с каждым годом все больше и больше. Аргумент, что 350 лет со времен Переиславской Рады Россия и Украина жили в одном государстве, что Украина добровольно присоединилась к России, ну, знаете, это аргумент не очень сильный, потому что владычество западных стран над отдельными своими колониями тоже продолжалось сотнями лет, но это как-то вот не помешало колониям обрести независимость. Та же самая татария, ну, извините, она попала во власть Московского царства, Московского великого московского князя, там, 1570-е годы, то есть, на самом деле, практически там, на 75 лет раньше Украины, ведь никто же не говорит, что татары и русские — это один народ, от того, что татары там 470 лет и живут вместе с русскими. Поэтому все разговоры о том, что разные, мы один народ, мы там братья навек, нет, мы родственники, да, у нас есть много чего прошлого общего в исторической судьбе, но мы разные, у нас разная политическая культура, у нас разная политическая судьба. И Владимир Зеленский — это одно из ярких проявлений вот этого, этой разницы. Россияне безробно смотрят, как Владимир Путин говорит, я хочу посидеть в Кремле еще, и говорят, ну, сиди царь-батюшка. А украинцы смотрят на то, что делает президент, говорят, нам это не нравится, этот президент не хочет вести страну туда, куда нам этого хочется, мы посмотрим, что будет делом в следующий. И раз в пять лет проходят выборы, в том числе досрочные выборы, как это было в 94-м году, когда Ленин Кравчук проиграл, или это как вот когда в 2014 году Януковича заставили уйти от власти. Собственно говоря, бывают выборы в срок, потому что президенту не удается досидеть и первый срок. Поэтому вот это и есть разница политической культуры и Владимир Зеленский — олицетворение надежды украинского народа на решительное изменение ситуации в стране. Сила избранного президента Украины Владимира Зеленского очевидна. Молодой политик, 41 год, никаких связей с со старой политической системой, со старой политической машиной, никаких очевидных договоренностей, повязанных круговой порокой, никакого участия в растаскивании страны на протяжении последних 25 лет. Опирается на молодое поколение, на новое поколение, на энергичное поколение. Человек на самом деле первый украинский президент, который по результатам голосования смог объединить всю страну, все области Украины, за исключением одной. Везде он получил большинство. Это первый раз в украинской истории, что лишний раз подчеркивает, что Украина уже давно отошла от этого классического противостояния восток-запад, которое было очень хорошо и отчетливо видно на выборах 1994 года, 1999, 2004. Всегда можно было рисовать карту Украины двухцветную — запад-восток, запад-восток и центр, который делился то туда, то сюда. Владимир Зеленский смог объединить всю страну, теперь вся страна понимает, что курс, который проводил Петр Порошенко, что-то, конечно, хорошее было сделано в первые два года, но, в общем, на самом деле ключевые проблемы страны, внутренние проблемы страны остались нерешенными. И Владимир Зеленский олицетворение этих надежд, что он с ними справится с этими проблемами, собственно говоря. Поэтому и проголосовали за него украинцы достаточно единодушно. В общем, такую поддержку получить это, наверное, не каждому политику удается, тем более, что выборы были честные, свободные, равные. И не российские выборы, не безальтернативные выборы, как это проходит в России. Слабость Владимира Зеленского тоже совершенно очевидна — это отсутствие своей команды людей, которые в состоянии генерировать политические идеи и реализовывать эти идеи в жизни. То есть людей, которые могут делать политику, а не только выигрывать выборы, потому что все-таки выборы — это очень важная часть политики, выигрыш в выборах — это очень важная часть, успех любого политика. Но, тем не менее, это только начало пути, это не его завершение. Очевидно, что в ходе выборов Владимир Зеленский осознанно, его команда выбрала позицию, чтобы мы не обсуждаем программу, что нам нужно менять страну, и в этом состоит вся программа. Но, тем не менее, Украине нужна стратегия движения вперед, Украине нужен план политических, экономических, социальных реформ, Украине нужно новые выстраивания международных отношений. И очевидно, что всего этого на сегодня у Владимира Зеленского нет. Точно так же, как у него нет своей фракции в Верховной Раде, а я напомню, что Украина — это страна, это республика парламентская, президентская, где правительство в стране формируется большинством в Верховной Раде, и что те партии, те фракции, которые сформируются в Верховной Раде по результатам следующих выборов, они будут формировать правительство. У президента там всего лишь две позиции — это позиции министра обороны и позиция министра иностранных дел. И эти даже кандидатуры должны быть проголосованы и утверждены Верховной Радой. Одним словом, если Владимир Зеленский сможет сформулировать свою стратегию, то помимо команды ему, безусловно, нужно будет очень успешно выступать на выборах Верховной Раде, с тем, чтобы получить... Все бывает. Президент Макрон получил во Франции абсолютное большинство на выборах национальное собрание. Я не исключаю, что, наверное, есть какая-то вероятность того, что у Владимира Зеленского тоже может получиться большинство в Верховной Раде, хотя, честно говоря, вероятность этого мне пока представляется крайне низкой, потому что количество политических партий в достаточно велико, партий, которые смогут пройти в Раду. Половина Рады избирается по одном мандатам округа, пока эта позиция не изменена. Поэтому очевидная задача Зеленского — сформировать фракцию в Раде такого размера, чтобы без нее нельзя было сформировать коалицию большинства, и чтобы эта коалиция сформировала правительство, которое будет противостоять президенту. Инаугурация президента Украины состоится, очевидно, в конце мая-начале июня. Это означает, что у Владимира Зеленского есть четыре-пять недель для того, чтобы определиться со своей стратегией, определиться со своими основными задачами, с той командой людей, с которой он пойдет дальше и определиться, что он будет делать в Верховной Раде. Если Владимиру Зеленскому все это удастся найти ответы, удастся сформулировать четкую, внятную, понятную стратегию, если ему удастся создать команду людей, которые способны эту стратегию реализовывать, то можно будет говорить о том, что в здание на Банковой улице, где находится здание администрации президента, где сидит рабочий кабинет президента Украины, въедет человек, который сможет стать украинским Рональдом Рейганом. Сила которого, и его все сегодня оценивают как одного из самых сильных американских президентов после Второй мировой войны, его сила была в том, что он сформал очень сильную команду, которая была способна генерировать идеи и эти идеи проводить в жизнь. Если Владимиру Зеленскому это не удастся, если он потратит эти четыре-пять недель на встречи с группами влияния в Украине, на встречи с олигархами, на выстраивание договоренностей, при том, что в голове у него не будет своей системы политических координат, понимания того, что можно, что нельзя, где он готов пересекать линию, где он не готов, и войдет в здание на Банковой улице примерно в нынешнем состоянии, то в Украине может появиться свой Дональд Трамп и администрация, в которой очень многие решения зависят от воли, настроения, с какой ноги встал действующего президента. Разница будет состоять только в том, что в Вашингтоне вокруг президента Трампа стоит огромная политическая, бюрократическая машина, которая в состоянии объяснить президенту, что она не будет выполнять его приказы, если считает их подверженными настроению или идущими за гранью закона или даже на грани закона с большим риском с него свалиться. В Украине есть своя политически-бюрократическая машина, которая на самом деле заинтересована в том, чтобы Зеленский стал Дональдом Трампом, чтобы его политика зависела от настроения, зависела от того, с кем он поговорил по телефону, с кем он встретился, с кем он полетел вместе в самолете. Одним словом, вот эта бюрократическая машина готова будет помогать Зеленскому становиться заложником своих настроений, потому что эта политическая машина очень хорошо знает, что украинский президент уйдет, а вот эта старая политическая машина останется. Поэтому для России очень важно, кем станет Владимир Зеленский в украинской политике, Рональдом Рейганом или Дональдом Трампом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте свои вопросы. До новых встреч. До свидания.